Сенсация в Тольятти и сверхуспешный дебют Екатерины Моренниковой в роли главного тренера Лады. Закономерный итог матча в Москве чемпион против Кубани. И неожиданная развязка в игре в Звенигороде звезда против Астраханочки. Обо всем этом сегодня поговорим в нашем обзоре 13-го тура Суперлиги. Всем привет! С вами Свободный Бросок. Очень интересным получился 13-й тур Алимбет Суперлиги Чемпионата России в группе А. В шестерка команд приближается уже к развязке предварительной части чемпионата. 13 туров сыграно. Все команды проверили одинаковое количество матчей. Все уже сыграли друг с другом не по разу. И этот тур запомнился сразу несколькими интересными, неожиданными результатами. Ну и интересной игрой. Матчем тура наши болельщики при голосовании выбрали встречу в Тольятти между Ладой и Ростов-Доном. О ней мы расскажем чуть позже. Ну а начинаем с игры в Москве, где чемпион страны ЦСКА принимал Кубань. Кубань до этого крупно уступила Ростов-Дону на своей площадке. Минус 19 мячей. Явно какой-то игровой кризис у команды под руководством Никиты и Голуба. Но желто-зеленые все равно поехали в Москву играть в ЦСКА, пытаясь, наверное, что-то наладить в сбившемся механизме. Московский коллектив, играя на два фронта, помимо чемпионата России, это Лига чемпионов, все-таки вынужден сейчас тоже и беречь силы, и давать игровое время большинству своих игроков. Тем более некоторые из них, как, например, Дарья Дмитриева, только недавно вернулись на площадку и должны набирать свои былые кондиции. Дарья в этом матче, как и в предыдущем поединке, ЦСКА показала хорошую игру. ЦСКА, в принципе, начал достаточно резво. После 3-4 минут без голов, которые команды проверили на площадке, ЦСКА первым открыл счет и начал очень быстро убегать. Кубань же свою старую песню начала петь. Это потери мяча, неточные броски. И, как правило, в таких ситуациях краснодарская команда отпускает своего соперника далеко вперед, потом останавливается, вспоминает, что можно все-таки забрасывать мячи и начинает уже потихонечку догонять. Но такое отставание, как правило, уже труднодогоняемо. Вот и на этот раз Кубань за 15 минут практически забросил только один мяч. ЦСКА в это время уже 8-9 раз поразил ворота защищаемой Ириной Михалютой. И создал себе очень комфортное преимущество. 16-7 плюс 9 к перерыву. Это уже победа, это все понимали. И во втором тайме Флорентин Пера, наставник ЦСКА, дал игровое время молодежи, воспитанницам дубля ЦСКА. Игроки, понятно, вышедшие на площадку впервые, совершали тоже ошибки. Но через такие ошибки, через такие выходы, этим молодым игрокам для того, чтобы расти, надо пройти. В общем, ЦСКА сыграл просто, спокойно, не включая какие-то сверхскорости, какую-то сверхмощь. И выиграл с очень хорошим счетом, с хорошей разницей 35-22. Кубань же, в очередной раз, показав достаточно атакующий гандбол, совершила огромное количество потерь. 19-19 потерь. Я не знаю, как этот компонент можно изживать из этой команды. Также, обращая внимание, количество бросков. 52 броска у ЦСКА по воротам, 48 у Кубани. Практически идентичные показатели, но эффективность этих бросков у Кубани, к примеру, составила 45%. Все-таки, наверное, есть проблемы вот в этой реализации. Все-таки надо отрабатывать и броски, и атаки сами по себе, чтобы можно было бросать с более удобных, наверное, положений. В общем, катастрофический опять достаточно результат. Очередное поражение Краснодарского Куба. И уже остается не так много времени для того, чтобы поправить свое турнирное положение. Но оно еще есть. Елена Михаличенко у ЦСКА была лучшая однозначно. Хотя организаторы матча отдали приз лучшего игрока голкиперу Анне Сидойкиной. Но у Михаличенко 7 голов, 4 голевые передачи, 1 заработанный Семерик. Ярко сыграла Лена в нападении. У Кубани, пожалуй, тут соглашусь с мнением организаторов, которые признают лучшим игроком тоже голкипера Ирину Михалюту. Можно сказать, что один в поле не воин, но она сражалась за свои ворота как могла. 11 сейвов совершила в 45 бросках. Это 24%. Не помогала ей защита от слова совсем практически. И без помех, без проблем очень часто игроки ЦСКА совершали свои броски в контратаках, в быстром нападении. В общем, Михалюта у Кубани лучшая. Еще стоит отметить Викторию Жилинской. Это 8 мячей она забросила. Но 5 из них с 7-метровой отметки. Опять 3 нереализованных 7-метровых у Кубани. Не меняется ситуация пока с реализацией штрафных бросков. В общем, ЦСКА выиграл и догнал ростовскую команду по очкам. А теперь отправляемся в Звенигород, где очень интересный матч прошел между Звездой и Астраханочкой. Команды занимают 4-е и 5-е места в турнире на таблице. 4-я Астраханочка, 5-я Звезда. Впереди была Астраханочка на 2 очка. У Звезды был шанс догнать команду Дениса Сайфулина в борьбе за 4-е место. Тем более, что Звезда на прошлой неделе уверенно дома обыграла Толятинскую ладу, а Астраханочка крупно уступила в Москве ЦСКА. Но вмешался злой рок в эту игру в виде, ну, как мы все понимаем, коронавируса, из-за которого сразу 7 игроков Звезды не приняли участие в матче. Об этом, о том, что они не примут участие, было сообщено. Но не была сообщена причина. Хотя по картинке было, наверное, понятно, что за причина. Потому что даже главный тренер Звезды Алексей Гумянов всю игру провел в маске. В общем, сразу 7 игроков, включая Екатерину Кирикиас, это ведущий голкипер Звезды, а также несколько ключевых и не очень игроков из состава Звезды. И Марьяна Егорова, и Алина Семенникова, и Елизавета Сабина, Юлия Долгих, Снежана Вертушкова и Алиса Дворцевая. Вот в таком игровом цейкноте пришлось проводить этот матч. Были срочно вызваны в основу дублеры Звезды. И самое начало встречи осталось за Астраханочкой. Она повела в счете 5-0, очень хорошо начала. Но Звезда не была бы звездой, не была бы командой Алексея Гумянова, если бы не начала упираться и возвращать разницу в счете, отыгрывать ее. И потихонечку к концу тайма Звезда не только сравняла счет, но и вышла вперед. Прямо повторяя матч с Тольятинской Ладой. Точно так же все под самый занавес тайма, удачные действия Звезды и выход вперед к перерыву. 16-14 с таким счетом команды ушли на 15-минутный отдых. Думалось, что Звезда сможет дожать Астраханочку, чтобы повториться история матча с Ладой. Однако, наверное, сказалось вот это отсутствие ключевых игроков, меньшая ротация и меньший опыт у заменивших, заболевших игроков основы. Астраханочка весь тайм второй навязывала свою игру Звезде и смогла уже на 41-й минуте усиливая Анастасия Листопад выйти вперед. Это была всего вторая смена лидера в матче. Вот после концовки первого тайма, когда Звезда поменялась с Астраханочкой лидерством, вот во второй раз в матче сменился лидер, Астраханочка вышла вперед и уже не отпустила свое лидерство, удержала это преимущество, хотя Звезда еще чуть-чуть поупиралась, еще был счет равный, но концовка осталась за Астраханочкой. 27-26 команда Дениса Сайфульна проявила бойцовские качества и одержала очень важную победу и прям закрепилась на четвертом месте, уже опережая Звезду на целых 4 очка. Есть кого отметить в составах обеих команд. У Звезды это, безусловно, Надежда Осипова. Уже в который раз Надежда является одним из лучших игроков Звезды. 7 голов, 4 голевые передачи, заработанный 7-метровый, очень активно в атаке, надежно. Опять в актив игра, несмотря на поражение командное. Прекрасно Осипова проявляет себя хороший опытный игрок. Заменившая Екатерину Кирикиас Серафима Тиханова выступила тоже неплохо на братарском рубеже. 14 сейвов, 34%. Это, в принципе, такой хороший средний братарский показатель. А вот, допустим, Наталья Никитина, можно сказать, провалила игру. Один всего точный бросок при 10 попытках. Совсем не пошла игра у лидера атаки Звезды. И это, наверное, помешало тоже Звезде одержать эту победу. У Астраханочки стоит отметить Анастасию Листопад. 7 мячей, 5 голевых передач. В атаке прекрасно она сыграла. Ну, а главным героем встречи, безусловно, стал голкипер Астраханочки. Анастасия Рябцева. 23 сейва, а это 48% сейвов в матче. Ну, это просто феноменальный показатель для современного гонбола. Именно она, по моему мнению, сделала результат матча. Потому что, если мы посмотрим на другую статистику, Звезда нанесла на 10 бросков поворотом больше, чем Астраханочка. Звезда реже удалялась, а победила Астраханочка. Потому что у нее на заднем рубеже, на последнем рубеже находился такой неприбиваемый голкипер. Вообще голкиперы у Астраханочки очень сильные. И Велина Аножкина, и Анастасия Рябцева. Они меняют друг друга иногда. Несколько матчей стояло Аножкина и была лучшая в Астраханочке. Теперь Денис Сайфульм надал предпочтение Рябцевой. И она провела блестящий матч. В общем, матч и победа имени Рябцевой. Прекрасная игра. Она, безусловно, лучший игрок этой встречи. Ну и, наконец, третий матч. Самый интересный в этом туре. Один из самых интересных в чемпионате. В Тольятти Лада принимала Ростов-Дон, лидера чемпионата. Сразу несколько интересных факторов обусловили преддверие этой встречи. Очень интересным ожидалось противостояние в Тольятти. Дебютировала в качестве главного тренера автовазовской команды Екатерина Маринникова, правда, с приставкой ИО. Еще близки воспоминания победы Лады над Ростов-Доном в матче одного из предыдущих туров там же в Тольятти. Также Лада предыдущий свой матч вообще в чемпионате проиграла в Звенигороде. В общем, какое-то непонятное что-то творится вокруг Тольяттинской команды. Непонятные поражения, непонятные победы. Ну, в смысле, там, где ты должен выиграть, ты проигрываешь. Там, где ты, в принципе, как бы должен проиграть, ты выигрываешь. Очень интересная команда. Много от нее можно ожидать. И если, наверное, настроить полностью весь командный механизм, то Лада, она даст бой не только Ростов-Дону, но и ЦСКА, и вообще может занимать более, наверное, даже высокое место, чем находится сейчас. Ростов-Дон и его главный тренер Пер Йоханссон не стали на этот раз повторять ситуацию того тура, когда они уступили Ладе в Тольятти. Не стали оставлять на трибунах Дворца Спорта Олимп игроков из основы. В принципе, сыграли практически все, наверное, кто может на этот момент. Не было Эдуарда Амарим. Это большая потеря для Ростов-Дона. Не было Миланы Таженовой, не было Анны Сень. В принципе, три ключевых игрока отсутствовали. У Лады таких потерь было две. Это Яна Железкайте и Вероника Никитина. Наверное, все-таки потери Ростов-Дона более существенные. И удивительное начало было в этой игре. Пять минут команды не могли вообще забросить мяч, а Ростов-Дон не мог забросить почти десять минут. За это время, в первую десятиминутку, Лада отличилась четыре раза и убежала вперед в счете 4-0. Когда Ростов-Дон, наконец, смог открыть счет, им предстояла очень долгая погоня. Матч выдался очень насыщенным на события, ярким. Многоголевым. И очень часто было равенство в счете. 15 раз по ходу встречи счет был равным. Достаточно часто менялся лидер. Шесть отрезков было в этой игре у команд, когда они забрасывали по три подряд гола в те или иные ворота. То есть обе команды находятся сейчас в каком-то таком состоянии неполной боевой готовности, наверное, неполной стабильности. Возможно, это связано и с отсутствием игроков, с какими-то сменами и ротацией этих игроков, с сменой главного тренера. Это я про Тольятти. В общем, есть к чему стремиться этим командам. Но игра получилась очень интересная, насыщенная. Могла этот матч выиграть и ростовская команда. Еще за пять минут до конца встречи она лидировала в счете. Но концовка осталась за «Ладой». И Ольга Фомина, символично один из лучших игроков в составе «Лады», забросила этот победный мяч. 30-29 победа «Лады». Первая победа Екатерины Маренниковой в роли главного тренера. Мы ее поздравляем с этим. Ну и стоит отметить, что ключевой момент, наверное, один из ключевых моментов случился в середине второго тайма, когда Наталья Решетникова, крайний игрок Толятинской «Лады», за 10 минут забросила 6 мячей. Вообще края в этой встрече у «Лады» выглядели прекрасно. Очень много мячей в отрывах, с перехватами. И с краю ничего не могли поделать ни вратари, ни защита ростовской команды. А Решетникова, нечасто выходящая в составе «Лады», получила какой-то карт-бланш на второй тайм от Маренниковой. И великолепную игру показала. Вот эти 6 мячей, они перевернули ход встречи, вселили уверенность в партнерш Натальи. И «Лада» уже концовку провела прямо достаточно мощно, надежно. И, вцепившись в возможную победу, не отпустила ее. 30-29. Во многом сенсационная победа «Лады». По игрокам. Помимо Натальи Решетниковой, стоит отметить у «Лады» также Ольгу Фемину, тоже крайний игрок. Как я уже говорил, крайние игроки сделали этот матч за «Ладу». Тоже 7 мячей забросила Ольга. И показала свой хороший класс. И ее же гол оказался победным. Валерия Кирдяшева со знаком минус. 2-13. То есть, 2 гола из 13 бросков. Что-то сбилось у Валерии, у этой молодой подрастающей звездочки. Не хватает ей, конечно, стабильности и, наверное, психологической уверенности. Скорее всего, в «Ладе» об этом, конечно же, знают, работают. Пожелаем Валерии обрести эту уверенность. Потому что игрок с таким большим потенциалом. Хотелось бы, чтобы он проявлял себя более качественно, более круто. И уверен, что у Валерии все впереди. И мы увидим ее в лучшем своем состоянии. Наверное, может, даже в этом сезоне. У «Ростов-Дона», как всегда, стабильно отыграла Юлия Моногарова. 5 мячей, 2 перехвата. Но партнерши ее не сильно поддержали. Почин атакующий. В принципе, выделить особо некого. Еще больше мячей забросила Виктория Борщенко. Которая 13 раз отличилась в Краснодаре. В Тольятти она отличилась 6 раз. Причем реализовала все свои 6 попыток. Правда, все 7-метровые отметки. Пер Йоханссон доверяет Виктории место в составе в играх против Кубани. Наверное, против Звезды. Но с Ладой уже выпускает только в основном на правительстве 7-метровых. А игрового времени всего 10 минут у Виктории оказалось. Выделить больше некого. Вратари у «Ростов-Дона» отразили 21% в сумме. Это достаточно низкий показатель для таких вратарей, как Калинина, Габисова и Лагина. В общем, заслуженная по игре, наверное, победа. Победил тот, кто больше хотел победить. А «Ростов-Дон» потерпел второе поражение. И оба из них в чемпионате удивительно не от СССР, а от Тольяттинской Лады. Ну и время выбрать лучшего игрока этого тура. На мой взгляд, сразу два претендента в туре на это звание. Это Наталья Решетникова из «Лады» и голкипер Астраханочки Анастасия Рябцева. Решетникова перевернула встречу своими шестью голами за 10 минут. Всего она забросила 7 мячей. Очень активно она провела вот этот вот отрезок. Всколыхнула свою команду. В общем, мега зачетно провела эту встречу Наталья. Но я отдам предпочтение вратарю Астраханочке Анастасии Рябцевой, потому что она сделала вообще невозможное 23 сейва, 48% отраженных бросков. Учитывая, что Астраханочка победила с разницей в один мяч, и при этом нанесла на 10 бросков поворотом меньше, чаще удалялась, то вклад, конечно, Рябцевой в эту победу, он, ну, даже одного, наверное, сейва могло не хватить для, не то что побед, даже для ничьей. В общем, Анастасия Рябцева – это игрок 13-го тура Олимпет Суперлиги по версии свободного броска. Напоминаю, что у нас проходит конкурс «Гонбольный эксперт». Ссылочка на него в описании. Участвуйте, делайте свои прогнозы на матчи Гонбольного клуба «Кубань» и получайте призы. Также хочу напомнить, что у нас проходит долгий конкурс «Долета длящийся». О нем мы говорили в нашем новогоднем выпуске, ссылочка на него и правила в описании. Мы разыгрываем прекрасный набор сувенирных карт с Олимпийской командой 2016 года. Уже совсем скоро пройдет очередной 14-й тур чемпионата страны, о нем обязательно расскажем. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если хотите не пропускать, а вы хотите не пропускать наши видео, обязательно подпишитесь на наш канал. Если подписаны, включите уведомления. Я желаю вам всего доброго и мы скоро увидимся. До встречи!